Условно, первую часть моего стуфлиния можно озаглавить словом брокколи я скажу почему неделю назад я страшно поссорился с женой за брокколи то есть я хотел макарон, а она варила брокколи а я терпеть не могу брокколи больше того, я считаю, что что макароны полезнее, чем вареное брокколи она считает наоборот но я как-то не влезал в интернет и не осведомлялся, прав я или нет но мне кажется, что макароны полезнее, чем брокколи чем просто вареная клетчатка на Саше кажется наоборот и мы так поругались я так кричал про эти брокколи и макароны это было ужасно в смысле я был ну там спешен и покой хрупкий покой в моей душе был нарушен брокколи знаете, иногда упражнения в спокойствии могут привести к тому, что к чему они, собственно, привели меня но об этом я расскажу вам во второй части своего выступления у меня, как выяснилось, очень много флегматичных старых стихов которые подходят под тематический образ спокойствия знаете, в последнее время вместо производства художественного контента я стараюсь заниматься производством присутствия и в каком-то смысле это успокаивает почтовой-то вас успокаивает я не знаю куда деть жвачку я здесь аккуратненько положу, ладно мой друг, мы падали в асфальт мы были жителями дней, когда грядущего печаль была значительно ясней спекалась кровь на кулаках был слышен меньших братьев лай и губы вязли в облаках и облака ловили кайф мы верили, что наша цель сдавать посуду и опять все повторялось и апрель звал раствориться и принять все пахло небом и спиртным по венам тек двадцатый век и выползал алмазный дым из круглосуточных аптек ты рисовал на стенах птиц, готовых улететь домой и выходила из границ шестое чувство в день седьмой ночной юсуповский дворец не раз был взят на абордаж и в тихом рокоте сердец мы знали этот город наш Аня мне сказала, что у нее есть стихи про брокколи и таким образом можно связать ну художественное содержание абстрактное художественное содержание пенсионер танцует венский вальс в таинственном лесу его пальто нелепое, как не известно что хранит далеких лет диагональ совсем седой выходит из листвы со старомодных карточек в пенсне в листву ныряет снова в этом сне на барахолках, где бывали вы среди опавших смыслов и тепла угасшего невидимого дна должно быть и нашлась всего одна стальная патефонная игла еще мне кажется очень важно для покоя и спокойствия и упражнения в этом спокойствии не столько не столько покоя и спокойствия сколько путешествия во всяком случае мне в моем случае это работает на сто процентов мне кажется что все слова осуществились видны пороги гор верблюжьим молоком наполнилась луна часы остановились и по колено нас засыпало песком далекий султанат в объятиях истукана не слышно ни молитв ни первых петухов и смертные сидят зажав в руках стаканы в плену у навсегда осуществленных слов пускай иной мятежник ищет шторма мне хочется простых перечислений стихи невыразительно как форма а скромный гений из немок от лени конспект случайный смена караула дворец султана бен саид кабуса внезапный запах вяленой акулы я покупаю на базаре бусы песок истоптан океан в тумане под пальмами теней фрагменты чуда табак датчанин острый нож в кармане арабский месяц взгляд из ниоткуда пришлось проделать длинный путь пешком сквозь целый океан тривиальностей шарль бадлер театр серафимов а надо вам сказать что эти стихи были написаны далеко-далеко на аравийском полуострове восемь лет назад мак самосейка индиго шафран косточки финика и сурьма нас провожает базар в суматохе арабского дня тут марокканка керамику в хрупких руках держит среди океана застыв африканских рубах там с иорданских мозаик сбегающий лев соль предлагает из мертвых морей нараспев там молотками седые чеканщики бьют медь серебро и латунь на весах продают запахи дыма сирийской земли близнецы местных разводят и сводят с концами концы где-то в Каире набитые сверху мешки диких растений что здесь перетрут в порошки в реки в речи песок аравийской пустыни шумит словно бы редкое дерево точит термит шумные лица спокойные пальцы менял детские лица верблюжьих среди одеял сами верблюды лежащие как города в воздухе пряном размытом как жаром слюда Макса Масейко Индиго Шафран и Сурьма но все равно я не люблю брокколи оставь огонь и дай ему побыть и телу над асфальтом площадей не помешай спокойно избежать своих ошибок и чужих путей оставь пространство длиться там и тут не называй молчи как тетива и на пути к предельной простоте забудь невероятные слова владеть покоем улиц где бывал позволь себе и ум перемени дыхание спокойно и овал лица невозмутим в такие дни когда-то мы с тобой в Монако дразнили рыбу апельсином ослеплены случайным знаком у моря ждали серафимов когда-то пели о пожаре о Прометеевой Вериге легко меняли на базаре на риторические книги тогда сомнения оставив бросались в теплые заливы и застывали в темной лаве как изваяние терпеливы вот опечатку нашел хватает приятных слов хватает приятных слов но если за ними нет чего-то зачем же мне иной миллион листов оставим пожалуй так обгрызанный карандаш конспект диалогов наш похитит небесный птак в который не бей тимбал какой бы упругий ритм подобно укусам бритв твой голос меня терзал просодий ерунда и зрелость еще не все но только любовь спасет старинные города земля создана для танца сказал гордон кайк а вообще-то строго говоря это наверное стихи посвященные Паше вернее как бы ему адресованные в 2007 году из далекого безнадежного осеннего шапито в богемской деревне я читал твои письма далекие письма читал вармача про себя то что знал от начала начала ты дарил мне легко темноглазую ласку столиц ты делил со мной черствые хлебы и скрип половиц от выстывающей ночью и пепел и перья мешал и понятное дело от мира себя отрешал в шапито на рассвете по мокрым дощечкам бежал деревянную куклу в руках осторожно держал отпечатками стоп и падений покрытый помост и деревья осенние в пятнах покинутых гнезд и хронический ветер который приносит извне отголоски твоих восклицаний на долгой волне на самом деле это были мп3 восклицания а зенит и ворожь полотенце берегись стихов коту не пишите стихов это вредно для души без конца толерантной не ищите тропы заповедной и не трогайте нашего брата не ходите за ним вечерами ни к чему вам такие прогулки пусть спокойно молятся в храме или просто лежит в переулке мой 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 Спасибо.